Имя Артур Человек, который создал компанию для работы в сфере искусственного интеллекта, вызывает некоторые вопросы. Но если ты сильный пацан, и ты приходишь к инвесторам, то за то, что ты сильный, тебе дадут, например, миллион. А основной проблемой в блокчейн.ком было то, что у нас было очень много денег. То есть не кажется ли тебе, что ты решаешь сейчас за всех людей, вместо того, чтобы дать им возможность решить за себя? Ты, главное, разберись там, как налоги с этого платить в Британии. Присылайте деньги нам. Или сразу можете присылать деньги? Сразу можете раздавать деньги нам. Я бы не попал сказать, что мы сильные пацаны. Сильные пацаны, да. Единственное, что не франкоговорящий. Валерий Бабушкин. Писатель. Да я больше скажу, Валерий Бабушкин может быть и философом тоже. Скажу, что это был самый тяжелый процесс собеседования в моей жизни. Что за должность? Должность называется старший главный начальник. Если честно, звучит так, как будто бы к ней прилагаются погоны. Дорогие телезрители, мы сегодня с вами имеем честь видеть Валеру. Я очно, вы в Ютубе. Мы сейчас с Валерой находимся в Париже. Так получилось как бы случайно. Мы оба оказались здесь. Решили воспользоваться этой возможностью. Но оказалось, что случайности не случайны. Валера, расскажи чуть больше. Почему Париж идеальное место для нашей встречи? Ну, надо дать контекстуальную информацию, потому что люди видят это интервью, скорее всего, не в момент его записи. А некоторые видят его даже не в момент выпуска, что в принципе в минус им. Но буквально на днях три человека, у которых нет опыта создания каких-либо компаний. И компания их, кроме единственной, нет опыта создания успешных компаний, скажем так. У них есть компания, которая создана четыре недели как. И их там работает всего три человека, они еще никого не наняли. Им уже дали 110 миллионов евро. Вообще до сих пор непонятно, троллинг это или нет. И реальные это люди или нет. Потому что генерального директора этой компании зовут Артур Менш. А Менш, как мы с тобой знаем, это человек по-немецки. И название, точнее фамилия и имя Артур Человек, который создал компанию для работы в сфере искусственного интеллекта, вызывает некоторые вопросы. Человек ли это? Ну то есть довольно смешно, да? Я с тобой просил ЧАДЖПТ придумать какое-нибудь ироническое название, ироническое имя для человека, основывающего такую компанию. Это был бы Артур Человек, но Артур Человек и его друзья. Вообще по отзывам я пообщался с людьми, которые работали с этими пацанами. Не сказать, что пацаны сильные, но все равно все удивляются, потому что быть сильными пацанами, важными ресерчерами и работать в условном дипмайде или мете, это хорошо. Но создавать компанию, особенно сейчас, когда уже все в принципе в эту гонку вплелись, а у вас еще ничего нет, это немножко другое. При этом нужно сказать, что на самом сайте этой компании довольно смешно написано, что они будут делать. Они будут пытаться сделать AI полезным для компаний. То есть, видимо, они еще сами не понимают, что они будут делать. И я давно думал, когда читал, что Франция и Париж очень переживают, что они отстают в этой гонке от англоязычных стран. Я думал, что же они сделают? Неужто они распространение английского как-то помогут, бюрократию как-то снизят, зарплаты повысят. Но они нашли трех франкоязычных людей из англоязычных компаний, дали им 110 миллионов и написали об этом в Твиттере. Самое удивительное, на мой взгляд, я не знаю, насколько ты в этой сфере разбираешься, может быть, даже лучше меня, но если ты сильный пацан и ты приходишь к инвесторам, то за то, что ты сильный, тебе дадут, например, миллион евро или 5 миллионов, если у тебя какие-то томатские бюджеты, но не 110. Тут все зависит, безусловно, от того, что подразумевается под сильным пацаном. То есть, например, если у тебя есть какой-то мощный трек-рекорд, то есть ты уже создавал компании, успешно их продавал, или ты работал где-то, где показывал Vision, например, есть такая компания Anthropic, ей тоже дали денег, но ее, правда, основывал чувак, который был VP of AI, ну или VP of чего-то там, в Open AI, и то есть чувак показал, что у него есть Vision, этот Vision выстрелил, тут понятно, почему можно давать денег. Да, обычно, если ты приходишь, ты сильный чел, у тебя нет трек-рекорда, но смотрят, да-да-да, вот какая-то идея хайповая, дают 1, 5, 10 миллионов, зависит от того, насколько много свободных денег. Та же новость вызывает еще некоторое удивление на фоне того, что денег свободных мало. Да, очень сильно снизились, в половину, по-моему, Сидран, да. Поэтому мы в Париже, чтобы найти свободных, оказывается, в Париже они есть. Да, да. Пожалуйста, пишите в комментариях, если вы знаете, где здесь раздают деньги, потому что... Или присылайте деньги нам. Или сразу можете присылать деньги. Сразу можете раздавать деньги нам, мы тоже неплохие люди. Да. Я бы не хотел сказать, что мы сильные пацаны. Сильные пацаны, да. Единственное, что не франкоговорящий. Ну, мне на булочную хватает. Я тут уже пару недель. Ну, я думаю, что мы тоже достойны получить много денег. Ну, нам, кстати, столько и не надо. Ну, и столько нам тоже подойдет. И столько тоже подойдет, но мы вполне готовы там на 50... Да, мы вполне готовы и на 10 миллионов, откровенно говоря. Да, да. Мы меру знаем. Надо бы сказать, что пацаны не только сильные, они еще и умные. Почему? Потому что они сразу быстренько продали 50% своей компании за эти 110 миллионов, что обычно является нонсенсом. В Сид Раунд обычно никто не продал 50% в компании. Ну, редко ставил ты и ковр в России. Ну, и не за 110 миллионов, да? Нет, вот это да. Ну, надо бы сказать, почему они умные. Потому что 50% от нуля через 5 лет – это ноль. А 110 миллионов – это 110 миллионов. Даже из которых, если ты пусть возьмешь что-то там, они точно окашляли. Я не знаю их условия, очевидно, что ты от этого уходишь. Ну, ты же продаешь свою долю, правильно? Что они окашляли? Они получают зарплату, будут получать еще какое-то время. Подожди, тут вопрос такой. Они все были владельцами компании, правильно? Они продали части в компании. Там наверняка есть какие-то условия, но в принципе эти деньги часть пойдет на компанию, а часть – это их личные деньги. Мне очень сильно сомневаться. Если там еще и кэш-аут есть на этой... Ну, какой кэш-аут на Сид Раунд? Вот это точно абсурд. Ну, я думаю, что там частично... Там есть наверняка кэш-аут по условиям, мол, через X. Ну, или просто поставить себе огромный зарплат. Ну, во-первых, да. То есть необязательно себе поставить огромный зарплат. Позвать всех своих друзей. Потому что нужно же нанять людей, а у них как раз сейчас проблема в том, что людей нечестно и мут. Да, да. В общем, что сказать? Главное – оказаться в правильное время, в правильном месте. И на вас обязательно тоже упадет 110 миллионов. Будем надеяться, что мы сейчас в правильном месте. Но в целом от Артура Человека... А как называется эта компания? Мистраль. Как рис. Точно, да, да, да. Или как вертолета-носец, который Российская Федерация все пыталась купить в Франции и не купила. Точно. Боже мой, Валер, ты уже по всем цепочкам ассоциативным. Я думаю, что еще много чего можно достать. Я думаю, что когда чуваки называли Мистраль, они не имели в виду ни рис, ни вертолета-носец. И мне кажется, что Мистраль как-то связан с осадками. Или даже я не помню, не надо смотреть слова. Но что-то они наверняка имели в виду, как и называли Мистраль. Ну, звучит мощно. Может быть, это аванс за вертолета-носец пошел на... Это было бы иронично. Было бы иронично, но нужды АИ. Но почему это произошло? Потому что все сейчас поняли, что золото лежит в больших языковых моделях, в ЛЛМ. Точно так же, как все поняли пару лет назад, что все деньги лежат в крипте. И куда нас это привело? Нас с собой это привело в Париж. Многих людей это привело к увольнению. А некоторые купили себе дома в Лос-Анджелесе. Ну, тоже неплохо всегда, в лучшие жилищные условия. Да, я считаю, что это достойная цель. Тем не менее, еще три года назад мы сидели не здесь, правда, и не с тобой. С Толей. С Толей. В Москве. И он спрашивал, Валера, где будущее? Я сказал, будущее за трансформерами. Что, в принципе, откровенно говоря, в 2020 году не так, что была очень глубокая мысль. Но еще в этом 2020 году мы сказали, что берете, генерируете себе диссертацию, идете, защищаетесь. И что сделал студент в 2023 году? Взял, сгенерировал себе диплом, защитился и получил. То есть мы смогли предсказать будущее один раз. Поэтому мы сильные пацаны. Несите нам деньги. Абсолютно. Но интересно, конечно, смотреть, к чему это приведет. Потому что странные ребята из Минстрали говорят, что они будут думать, как помочь заработать на этом денег. А я недавно слышал от чувака из банка, что их чат-боты экономят им на поддержке примерно 2 миллиарда рублей в год. Чат-боты, да, это экономит? Чат-бот, это же, в принципе, пример как раз языковых моделей. И эти чуваки спираются языковыми моделями заниматься. Я не совсем понимаю, что они имеют в виду подделать полезными. Понять, как это делать полезными. Мне кажется, они будут пытаться решить задачу в европейских условиях, что будет означать, что еще нельзя просто так сократить очень много людей. То есть, что нельзя использовать еще никакие данные и ничего делать. И нельзя использовать никакие данные, нельзя никого увольнять благодаря... И при этом принести пользу. Это сложная задача. Нетривиально. Вообще, я надеюсь, что кто-нибудь скоро выпустит нормального AI-ассистента. Потому что я каждый раз захожу на Twitter, и мне каждый раз какой-то скамер. Ну, очевидно, это почти... Они выглядят точно так же, как те люди, которые два года назад рассказали про чудеса веб-3.0. Теперь они рассказывают про чудеса AI. Он говорит, эти там... Чат-GPT это в прошлом, авто-GPT в прошлом, теперь эти... Боже, эти трейды бесконечные. Эти 10... Я постоянно баню этих людей. Но в связи с тем, что Илон Маск сократил свой штат на 80%. Видимо... Ну, вот это, кстати, интересный пример, что качество сократилось максимум в два раза, а штат уменьшился в пять. Тут нужно брать во внимание такой момент, что Twitter был, в принципе, печально или не печально известен для тех, кто знал, как место, где можно не работать и получать все плюшки. То есть, в принципе, люди, которые хотели чилить, очень часто шли в Twitter. То есть он был знаменит такой атмосферой. Ну, не считая того, что действительно была истерия массового найма, то есть тот же Facebook с 2019 до 2022 года вырос по численности в два раза. С 40 тысяч до 80 тысяч. Не считая контракторов, которых там тоже десятки тысяч. Это вместе с МЕТой? В смысле, с этой самой лабораторией? Ну, весь, весь, весь. С 40 до 80 тысяч. И даже с учетом этих жутких сокращений, их все еще 65 тысяч. То есть я могу сказать, что за 4 года рост численности на 50% с 40 тысяч до 65. Для такой гигантской компании это все равно большой рост. Да, это огромный рост. Вроде говорят, обычно, что если компания растет больше, чем на 30%, то культуру меняется. Не, но тут все-таки это не закатся за 4. Ну, в какой-то момент просто он вырос очень сильно. Facebook чуть ли не двукратно за пару лет. И единственные люди, которые не поддались этой мании найма... Ну, понятно, что некоторые не могли от этого отойти. Если ты Амазон, и тебе нужно нанимать людей, которые будут на складе посылки раскидывать, а у тебя все перешло в E-ком, хочешь не хочешь нанимаешь, потом увольняешь. Слушай, ну это немного все-таки другое. Ну, Амазон уволил вообще очень много людей, сотни тысяч, но из этих сотен тысяч, подавляющее большинство, это став на складах. Линейные сотрудники. Да, но уволил... Ну, я не знаю, а вот разработчик, линейные сотрудники? Ну, кажется, все-таки немного другая line of work. Ну, я просто не знаю, тут вот сложно, линейные, нелинейные. То есть он может быть не фронт-офис. Что такое фронт-офис у Амазона, это отдельный вопрос. Ладно. Только Apple не нанимал безумно. И потом все говорят, Apple гений. Кто знает, может, просто не успели, может быть, у них уже были планы нанимать. Слушай, ну вот знаешь, к вопросу Apple гений или Facebook, сначала гигантская ставка на дополненную реальность, виртуальную реальность мета не сыграла, и оказалось, что Next Big Thing – это языковые модели. Потом еще оказалось, что Apple масштабно просто обошла. Их тоже недавно выходил. Я, во-первых, не могу сказать, что обошла, не обошла. То есть я от своих друзей увидел отзывы, что невероятная вещь, это переварчивается с ног на голову. Я посмотрел, ну, то есть я подумал, я могу это купить штуку вообще, если она мне нужна. Несмотря на ее ценник, что хотя ценник сам по себе 3,5 тысячи, а если у тебя проблемы с глазами и не 100% зрением, то тебе еще нужны линзы, линзы стоят еще тысячу. Ну, классическая модель, да-да-да, классическая модель Apple. И, кстати, нужно сидеть от зарядки работать. Ой, это я видел, ужасная искусственная почка. Ну, то есть, окей, даже эти 5 тысяч баксов, но я так и не понял, в чем прикол. То есть я не уверен, что удобнее работать руками, потому что мышкой делаю одно экономное движение, вот такое, а руки у меня быстро могут устать. То есть надо смотреть, ну, и мета-квест 3 стоит 450 долларов. Ну, и выглядит при этом как смертный грех. Ну, квест 3, нормально выглядит квест 3. Ну, я, честно говоря, в реальности носил квест 2, а не квест 3, не Apple Vision Pro я не носил. Но есть еще квест Pro. В общем, я так и не понял. Я, во-первых, не знаю, выиграна ли эта битва, как определить, рынка-то нет, кто этим будет пользоваться. Может быть, как с умными устройствами. Ну, то есть сделали презентацию, устройство выйдет в 2024 году. Хорошо, там, купит его как маленький процент рынка. Ну, за 3,5-5 тысяч долларов явно не будет мега-опстраненное устройство. Плюс его непонятно. Так что я, в принципе, не могу пока сказать, что в чем-то победил Apple. Презентация, но презентация у Apple стандартно клевая. Пожалуй, да. Но вот те материалы, которые я видел в Facebook, показывал по мотивам своей виртуальной реальности. А вот ты играл в Resident Evil 4 на квест 2? Не, не, я вообще по ролевым RPG не очень. А вот играл у меня товарищ, говорит, очень страшно. Да. А что ты хочешь от игры в зомби, чтобы было страшно? Слушай, наверное, многое не надо. Да. Ну, посмотрим. Есть у меня мнение, что будет как с умными колонками. Ну, то есть все будут думать, что в каждом доме она будет стоять, а потом оказалось, что не в каждом. А у тебя есть? У меня была в Москве. И у меня есть. У тебя есть Alex, ты, по-моему, говоришь. Да, 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 у меня есть Alex. Ну, непонятно просто, как на этой умной колонке дальше зарабатывают. То есть я понимаю, как на квесте мета зарабатывают. Так же, как на App Store. Там игры продаешь, у нас игры имеют процент. А колонку ты купил, ну, купил и купил, и чего. То есть идея была, что я через колонку буду заказывать, что это Amazon, так я лучше через Amazon закажу. Ну, да, не до конца продуманно. Ну, наверное, была идея в том, чтобы датчики всякие продавать, еще больше умизировать свой дом. Ну, ставка не сыграла, это не значит, что не нужно было делать. Но про ставку на Metaverse я не уверен. Вполне возможно, что мы с тобой поднимем деньги на то, чтобы создать Мета-Россию. В Мета-России проблем дорог не будет. Потому что ты можешь телепортироваться. Правильно? Это же Мета. Слушай, а ты играл в Skyrim или в Oblivion? Я играл давно, да. Мне кажется, это вот как телепортироваться в Skyrim, это не спортивно. Мне всегда нравилось пройтись. Нет, хочешь – пройдешь. А не хочешь – перепортируешься. Это твой выбор. В России настоящего у тебя нет выбора. Ну, почему самолеты? Ну, это тоже надолго. Самолеты, во-первых, вот сразу видно, что ты в России плохо жил. А я жил в России хорошо. Я по России поездил. У меня был период жизни, когда я очень много ездил по России. Мы с тобой обсуждали. Да, мы с тобой обсуждали. И я тебе рассказывал, что кратчайший путь из Волгограда в Астрахань, между которыми 500 километров, лежит через Москву, который лежит тысячи километров от каждого из этих городов. А 2000 километров сильно больше, чем 500. Но в Мета России, кроме того, мы можем избавиться от дураков. Можем их туда не пускать. Как же мы будем вычислять дураков? А мы будем узнавать, кто... Мы можем вычислять дураков по факту, мы просто банить их. Поэтому построим мета-Россию, прекрасную мета-Россию будущего. Но кто будет вычислять дураков, Волгоград? Ну, это уже отдельный разговор, мы соберем симпозиум. Да, да, да. Мне тоже вот какая-то... Ну, то есть смотри, даже если мы решим только одну проблему дорог, это уже в два раза меньше проблем. А уж там все силы можем бросить на дураков. Правда же? Потому что сейчас в чем проблема еще? Что если бы была только одна проблема, мы ее бы решили. Но так как там две проблемы, тяжело две сразу решить. Слушай, ну про дороги, конечно, интересно. Наверное, придется много потратить усилий, чтобы симулировать дорогу между Новосибирском и Москвой, например, представляешь? Открыть никто не будет, поэтому у тебя будет просто бесконечное пространство, в котором ты можешь моментально перемещаться. Это ли не мечта? Офер звучит интересно, но я не уверен, насколько это ретеншн поможет. То есть пройдя такой путь один раз... Главное поднять раунд. Ну не надо все карты сразу раскрывать. Главное поднять раунд, это все уже прошли на Веб-3.0. Ну, оказывается, это никому, людей не научило. Слушай, ну справедливости ради, от Веб-3.0 у меня были гораздо более поганые предчувствия, чем от текущего бума больших исковых моделей. А какие у тебя были предчувствия от Веб-3.0? Любые истории, которые я слышал про применение в Веб-3.0, выглядело так, как будто мы пытаемся сделать какой-то продукт ради Веб-3.0, а не наоборот. Сделается что-то в Веб-3.0. Да, перевод денег неизбежно сталкивается с необходимостью организовывать общество и контролировать финансовые потоки. То есть не может быть децентрализованной системы, что мы наблюдаем сейчас. Комиссия по ценам бумаги на Штатах прижимает. Ну, все равно до определенного... Да, 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 я понимаю, о чем ты говоришь. Как только у тебя есть момент выхода в реальный мир, кто-то тебе могут взять загрузку. Ну, даже не обязательно в реальный мир, как только у тебя есть выход в реальную ценность какую-то. То это нужно контролировать. Но, условно говоря, если бы не было выхода в реальный мир, то ты можешь выходить в децентрализованные биржи-обменники. Правда же? Сами валюты децентрализованы. То есть тут, в принципе, даже некого брать за гуску. Да, но будут пытаться. Там же уже есть истории про то, что, несмотря на полную анонимность, все равно вычисляют. Не, анонимности как раз нет. Ну, да. Нет, ну тут мы... Ладно, это... Что нам про Веб-3.0? Поговорим про Веб-3.0 тогда, да? Нет, нет. Мне кажется, про Веб-3.0 для нас уже все сказало. Нет, ну почему? Ну мы же здесь для чего собрались? Ну, тоже, тоже верно. Валера, ты в конце концов человек, который про Веб-3.0 знает больше 99% наших зрителей. Ну, так как я недавно перестал работать в компании Blockchain.com, которая, судя по названию, имеет отношение к Веб-3.0... Тебя не проведешь? То я могу согласиться частично с твоим утверждением. Так, ну, во-первых, почему ты недавно перестал работать в Blockchain.com? Основной проблемой Blockchain.com было то, что у нас было очень много денег. В принципе, это проблема, с которой приятно разбираться. Но, возможно, ты слышал истории про людей, которые неожиданно выигрывали в лотерею. Абсолютно. Я, кстати, это звучит иронично, но это же реальная проблема для многих компаний. И редко когда это заканчивалось хорошо. Вот для нас это закончилось тем, что сначала у нас были лей-оффы в июле, которые мою команду почти не задели. Потом были лей-оффы в январе, которые сильно задели мою команду. Когда от моей команды осталось 15 человек, я посидел три месяца, пописал книгу, к которой мы вернемся. И тут-то мы с сетевой обсудили, что делать мне, наверное, больше компаний нечего. Ну да, что-то 15 человек для вице-резидента как-то милковатый. Несерьезно. Поэтому мне насыпали мешок сладостей, за что большое спасибо им. Я отправился в новую компанию, о которой мы поговорим с тобой чуть позже. Ну это тоже интересный момент. Да, мы обсудим ее. Но я думаю, что многие компании в веб-треноме, мне так до сих пор смешно от этого названия, веб-треноме такое бессмысленное, непонятно, что это такое. Крипта. Крипта, но вообще это же тема именно с децентрализацией интернета. Там же есть вот эта какая-то выдуманная эволюция, когда все сначала хостилось локально, потом хостилось в облаке. А теперь будет хоститься у всех, снова локально, но у всех. Такая же концепция, правильно? По-моему, понимаю. Фидо. Фидо. Да, да, да. Эта тема. Ну, понятно, что так как веб-треной еще нет, то и концепции еще можно переделать. Но довольно неплохо у нас все шло, до тех пор пока не пошло плохо. Началось плохо с того, когда мы потеряли 300 миллионов. Я буду пользоваться только информацией из открытых источников, чтобы, не дай бог, я сказал что-то, что знаю только я и нынешние бывшие сотрудники блокчейна. Первая проблема началась с того, что мы потеряли 300 миллионов долларов, когда прогорел хедж-фонд Three Arrow Capitals. О, ой-ой-ой. Это другое вопрос. Зачем мы дали им деньги? Ну, у них, по-моему, не так дела плохо, как у FTX. Я точно не могу тебе сказать, сколько дела у них плохи или хороши лично у этих людей. Да и FTX. FTX как раз нашли, кстати, все деньги. Нет, я имею в виду, что про FTX есть жуткие истории про отсутствующую бухгалтерию в целом. А, в этом плане, да, в этом плане, да. Но ситуация вышла такая, что мы, получается, подняли раунд в апреле, а в июне или в июле мы потеряли все деньги этого раунда, дав их хедж-фонду, что вызывает некоторый вопрос, зачем тогда нам давали деньги. Ну да, доверие подорвало. Нет, 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 я вот ничего не могу понять. Может быть, я действительно оперирую, опять же, только открытой информацией. Зачем было давать деньги какой-то конторе, которая принесет их хедж-фонд, если я сам могу отнести их к хедж-фонд? Логично? Ну, наверное, прогорели 300 миллионов, некоторые принесли с раунда, которые до этого там лежали, нет? Ну, они откуда-то же берутся, интересно, учитывая, что контора работала не в прибыль, те деньги, которые были у контора. Там был какой-то момент, когда пошла прибыль, в определенный момент, но в целом нужно понимать, что у подавляющее большинство контор, стартапов, они, ну, во-первых, что такое стартап, сейчас еще любят говорить скейлап, скейлап. А в чем? В чем это? Это уже что-то большое, скейлап, но, мол, какой же страйп стартап, это скейлап. Хотя я не знаю, ну, придумал новые слова. Да, реально, вот постоянно обсуждают, веб 3.0 тоже интересное слово. Скейлапс. Но, вот первый удар был в этом, а дальше тоже ряд не лучших повешений с деньгами, и в какой-то момент деньги быстро кончились. Например, мы заключили договор с самой дорогой спортивной франшизой в мире, Dallas Cowboys. Для, типа, рекламной интеграции? Рекламной, да. А как будет понятно, раз они самая дорогая спортивная франшиза в мире, значит, и денег они берут немало. Ну, это слово дорогая именно это и значит, по-моему. Да. Ну, может быть, они по-братски. Сомневаюсь, сомневаюсь, не звучит. Но Джерри Джонс не выглядит как человек, который по-братски бы рекламировал. Ну, какой Dallas Лондону брат? Тем не менее, все это привело к тому, что существенная часть, да что говорить моей команды, вся компания, в принципе, нас было в пике 600 с копейками человек, а потом уже стало капельо 250 с копейками. Ну, то есть, представь, когда так вот так. Это очень серьезно, это очень серьезно, и делать там стало, к сожалению, нечего. Но я надеюсь, что опыт, а за одного битого, как и весны двух небитых, поможет привести к успеху, потому что у меня есть стоки блокчейна. Валер, ну ты понимаешь, что девальвирует твое мнение немножечко, так бы, может быть, кто-нибудь послушал интервью и вложился, но теперь будет, то у него просто стоки, и не будет вкладываться. Но ведь я же эти стоки не продаю. Тоже верно, тоже верно. Но и скрывать, наверное, не очень хорошо. Так бы я их же мог продать, если я считаю, то есть вопрос в том, я считаю, что они сейчас в цене пиках, или они вырастут. Но ты считаешь, что все-таки вырастут? Ну как я буду раскрывать информацию? Я считаю, что сейчас нет смысла продавать. Да и вообще финансовые советы нельзя давать. Финансовые советы можно давать, но говорить, что это не финансовый совет. Обычно так делают. Ну да, да, да. Я делаю так, но это не финансовый совет. Но так как мне стало делать нечего, я активнее начал писать книгу совместно с Арсением. Кстати, можем обсудить книгу. Да, кстати, вот очень интересно, расскажи, как ты вообще пришел к решению и к формату, почему именно книга? Мне написал на LinkedIn чел, но не Артур Человек. То есть я делал некоторое предложение, что он Человек, но в его имени и фамилии не было. Явного указания, что он Человек. Ну, как у Артура Мэнш, у него же есть явное указание, что он Человек. Надо посмотреть, кстати, фамилию других человек. Может быть, там какой-то Петр не робот. Не, я думаю, что Петру бы денег уже не дались только во Франции. Я понимаю, о чем это. Там, там есть, не, а там, кстати, второй тоже кек. Это Тони Лакросс. То есть это какое-то такое, как Ганс Фридс в Германии пришел. Валера, мы столько их обсуждаем. Представь, это будут реальные люди, ты их встречаешь на конференции, они такие, это ты смеялся над тем, что я Лакросс. То есть ты думаешь, что они будут переводить наше интервью? Рано или поздно, да. Мы же все-таки сильные чуваки. Пацаны. Пацаны. Значит, книга. Мне написал на LinkedIn чел, сказал, Валера, из Пакта. Он не сказал, что я из Пакта, а чел из Пакта, и он сказал мне, Валера, предлагаю написать книгу по ML-дизайну. Я, в принципе, набросал аутлайн и рассказал корешам в чатике. У нас есть чатик с корешами. И они мне сказали, что Пакт за шквар. Это издательство теперь? Да. И нужно идти в нормальное издательство, в Урайле и в Маннинг. И один чел предложил ко мне в соавторы, и я решил, что да, стоит быть соавторами. Потому что одному тяжело, и надо ему сказать, что этот чел, очевидно, Арсений Кравченко. Ну, потому что у меня есть в этой книге два автора, и его фамилия написана, поэтому глупо было бы его скрывать. Все присваивать себе, да. Кто же этот человек? Я должен сказать, что без Арсения эта книга бы точно не была написана. Потому что писать книгу очень тяжело. Занимает много времени, и реворд не до конца ясен. А так мы друг друга попинывали. Потом мы еще наняли достаточно большой круг людей, которые нам в этом помогали. Будь то рисеры, будь то сбор картинок, ну, или рисование картинок, будь то редактура. Всех их мы, безусловно, упомянем в Preface. Ну, может быть, не всех. Там есть человек, который нам сильно помог, прям с ресерчем, со сбором информации. И мы начали писать книгу. Мы поговорили с издательствами, с Орайли, но Орайли нам сказала нет. Понятно, почему у них уже была книга по ML-систем дизайну, но я считаю, что наша книга даже не то, что лучше, хотя, очевидно, она другая. Потому что есть книга Чип, Чип Хуян, есть такой автор. У нее был курс, очень умная девушка, у нее изначально был курс по ML в Стэнфорде, по ML-систем дизайну. И она, этот курс, там было очень много гостевых лекций. И это очень грамотно, потому что реально, она своего рода воспользовалась соавторами без соавторов. Я ей аплодирую. Потому что за счет того, что есть лекция, дайте ему материал, потом ты это перерабатываешь в книгу и уже пишешь. И это действительно, она молодец в этом плане. Ну и книга неплохая, хотя я не читал. У меня есть суперсила. Но я послушал отзывы, я посмотрел. Я, кстати, не читал, в том числе, специально, чтобы нарочно, или да, или не нарочно, не делать наоборот, или не перезапиваться, чтобы моя книга была независима. То есть я сознательно не одну книгу по ML-систем дизайну. Ну там есть книга, готовится к ML-систем дизайну интервью, это вообще не то. У ЧИП это что-то среднее. Причем некоторые почему-то говорят, что это книга по ML-опсу. Я не знаю, потому что ML-опсу, ML-систем дизайн разные вещи. Довольно сильно разные. Довольно сильно разные. Ну в общем, насколько я могу судить, не прочитав книги ЧИП. Ты ее просканировал рукой, или какая суперспособность? Я почитал отзывы других людей, что они пишут. Я прочитал контент, ну контент, то есть оглавление. И на основе этого сделал вывод. В принципе, люди, которые прочитали и то, и то, говорят, что разное. Вот ты, например, купил книгу? Нет пока, Валер. Откуда деньги? Ну будем надеяться, что нам задонатят. Да. Мы сильные, сильные ребята. А мы приложим какой-то QR-код для донатов к этому интервью или что-то еще? Слушай, я давно думаю, что надо сделать. Может быть, там стоит открыть OnlyFans? Там строгие условия, я слышал. Довольно-таки. Криэторы уходят на другие платформы. Patreon? Там много разных фанс. Надо этот вопрос продумать. Да, да, да. Чтобы нам помогали. Или крипто-кошелек. У нас, кстати, на бесплатных курсах в курсах есть донаты. Донаты авторов, да. Так, ну, надо, значит, под интервью так же сделать, вдруг кто-то захочет задонатить. А надо бесплатный курс, Валер. Подожди, ну интервью же бесплатное? А? Интервью бесплатное? А сколько из этого? Мы ничего не учим. Как это ничего не учим? Мы уже рассказали, как люди деньги подняли, про Web 3.0, про книги. Говоришь, все из открытых источников. Да, но все может это достать. Центрские курсы обучения открытые тоже. Или мэйтишные. Ну, ты же не знаешь, что если ты сделаешь что-то, что человек может проживать и получить пользу, что это не имеет смысла. Тоже верно. Ну, в общем, неоднозначная тема. Подумай над QR-кодом. Не, ну что значит неоднозначная? Человек хочет, дает, не хочет, не дает. Да. Почему ты лишая, в чем ты думаешь, что ты вправе лишать людей выбора? Справедливо. То есть, не кажется ли тебе, что ты решаешь сейчас за всех людей, вместо того, чтобы дать им возможность решить за себя? Ты, главное, разберись там, как налоги с этого платить в Британии. Хорошо. То это может оказаться блокером. Ну, были бы деньги, а заплатить с технологией всегда можно. У меня есть налоговой консультант. Ну, вот, как раз. Да, про книгу. Расскажи про формат. Это учебник или это какой-то справочный? Я изначально писал книгу таким образом, чтобы я сам ей пользовался. То есть, в ней есть три основных аудитории, на которых она рассчитана. Это люди, которые работают с машинным обучением. Это менеджеры, которые работают с людьми, которые работают с машинным обучением. И это разработчики, которые работают рядом с чем-то с машинным обучением. Таких все больше и больше и больше. Чем больше им проникает, тем больше таких людей. Значит, книга построена, а это довольно верхнеуровневая книга, которая рассказывает, как строить имель-систему от постановки проблемы и стоит ли вообще ее строить до оунершипа. И через эту книгу двумя красными нитями проходят два дизайн-дока. То есть, мы на примере каких-то реальных вещей, например, компании Супер Мега Ритейл, даже не знаю, к чему это референс. Тяжело как-то ухватить, ничего конкретного не приходит на лын. И компании Фотосток, где разные задачи. Одна это прогноз спроса, другая это задача, условно поиска по картинке, но это совсем утрировано. мы по итогам каждой главы рассказываем, как эти знания должны лечь в основу документа, который позволит эту систему построить и по пути не пострадать. Соответственно, там 16 глав. Мы еще думали добавить аппендикс, но мы поняли, что у нас аппендикс уходит еще на целую книгу. О, Боже мой, про что? Там аппендикс, такие вещи, как FNS, как BIOS в системах. То есть, скажем так, аппендикс уже больше похож на учебник, а книга больше похожа на такую инструкцию, мануал, то есть, чтобы в каждый момент, если я в какой-то системе работаю, так, например, мне нужно подумать про датасет, как мне работать с данными. Окей, открываю эту главу, прочитал, все, понял. Или там освежить знания. Так, а если мне нужно подобрать правильно метрики функций потери, вообще зачем я это делаю? Что такое проксиметрики? Что такое иерархия метрика? Открыл, ага, прочитал эту главу, посмотрел, как это на примерах используется и так далее. Дальше, кстати, из этого есть мысль делать обучающий курс. Именно про ML-систем дизайну? Да, потому что есть курс по систем дизайну. А можно сделать курс по ML-систем дизайну, причем на основе книги он будет какой-то здоровенный курс, наверное, месяца на три. Ого. Ну, систем дизайн-то на месяц его, а ML-систем дизайн будет месяца на три. Ну, книга одна, в книге больше 100 тысяч слов. А там еще, а курс будет шире книги, потому что в курсе люди должны будут делать еще самостоятельно свои дизайны. Ну, конечно, двух проектов мало. Свои дизайны доки, а получается, нужно еще это продумать. Не, ну, звучит как тема, которая будет только расти, потому что сейчас самая свежая тема, на что люди будут поднимать деньги и нанимать специалистов, это интеграция в том числе языковых моделей. И глава про интеграцию в книге тоже есть. И главное, что это довольно агностичная к технологиям вещь, то есть независимо от того, где будет технология даже через 10 лет, ну, по крайней мере, я так надеюсь, ты все равно должен думать, какую тебе вещь решать. Ты думаешь в solution space или в problem space? Сolution space это то, где часто инженеры живут, то есть к ним приходишь, говоришь, так, нужно вот это решить, говорит, а понятно, сейчас, значит, достанем Берта, сейчас прикрутим, сейчас зафайн-тюним, и он выдаст. А problem space вообще, а надо ли нам что-то доставать? Может, мы там два ифа поставим, а может, вообще проблема не в этом? Я помню, у меня был такой любимый момент про применение машинного обучения, когда мы шесть месяцев команда пилила, значит, алгоритм сортировки офферов в ленте, и он оказался на 16% хуже рандома. Это говорит не только о том, что не всегда нужно решать проблемы, это иногда говорит о том, как организовывать команду, как ставить цель, как в целом проверять. Ну да, проблема далеко и далеко не редко. Поэтому в книге про ML-систем-дизайн есть глава про бейзлайны. Да, да, бейзлайны. И быстрые решения. Да. Следующий, очень полезная книга. В целом, ее можно прочитать так быстренько, а потом просто использовать как настольную книгу в нужный момент переходя. Еще там много cool stories. Валер, тебя прерву, но даже не для интервью и даже не для рекламы. Поверьте, это абсолютно бесплатное мероприятие для всех участников. Ну, но ты продал мне эту книгу. Я ее куплю. Я ее не купил до интервью, что, конечно, довольно греховный. Довольно вообще говорит о тебе определенным образом. Но мы с Арсением очень рады. Да, такой человек с гнильцой, получается, немножко. Но теперь я исправлюсь. Но в мета-России будущего от меня тоже избавиться? Я теперь все-таки дурак? В мета-России будущего такие, как ты, смогут исправиться? мне кажется, мне надо исправиться до того, как Россия будущего доставит. работая на благо мета-России. где-то я это уже слышу. Где-то мне такое уже предлагали. Я тебя прервал. Я тебя прервал, прошу прощения. Давай вернемся все-таки к книге. Надо сказать, что книга сейчас написана на английском языке. И она, в принципе, уже написана вся, за исключением последней главы, которую сейчас дописываем. Она в раннем доступе сейчас публикована шесть глав. Еще две главы уже приняты на публикацию, и две находятся в работе, потому что там длительный процесс, много правок внутри нас, потом редактура, картинки, потом мы уже передаем паблишеру, и затем это поступает. Но продажи книги на английском языке хорошие, скорее всего, позволят ее затем перевести на другие языки. Например, очень часто вопрос, будет ли книга на русском. Я только за, чтобы книга была написана на русском. Я вообще за, чтобы она была написана на максимальном количестве языков, переведена даже. Но для этого нужен издатель. Ну, или, в принципе, никто не мешает какому-то фанатку купить книгу, сделать пиратский перевод и выложить ее. Правда же? Да, кстати, у меня тоже был вопрос про, почему формат книги ты выбрал? Потому что выглядит какая-то база знаний, которая изначально могла бы быть курсом. Несколько причин, почему эта книга не курс. Книга это гораздо более плотная обычно по содержанию, чем курс вещь, потому что она позволяет внутри себя давать ссылки, расписывать, читать текстом. то есть, словно говоря, возьми 400 страниц книги, там даже больше 120 тысяч слов, прочитай ее, все зачитай, но ты столько аудиоконтента, видеоконтента не снимешь. это первый момент. При этом книга всегда может быть учебным пособием в рамках курса. Курс реже бывает учебным пособием в рамках книги, правда же? Третья книга дает некоторое кредибилити, потому что ты уже выпустил создательство, мне его купили, на книгу дали одну, за ревью или, и дальше уже имея книгу ты, ну как обычно, в принципе, в университетах же часто бывает, что читает преподаватель курс, он говорит, покупайте, что мой учебник. Правильно, то есть он написал книгу, на основе книги он сделал курс. Соответственно, в курсе он может ссылаться на книгу, но и в курсе он может быть какие-то вещи, которые экстра. Это комплиментарная вещь, поэтому книга, плюс уже имея книгу, гораздо легче сделать курс, чем имея курс сделать книгу. Это правда. Но книга имеет ряд плюсов, кроме того, теперь я могу появляться во всяких шоу, и подкастах, и интервью Валерий Бабушкин, автор, писатель. Я надеюсь, что этот момент выплывет в рамках этого интервью подписчиков, Валерий Бабушкин, писатель. Но если однажды Валдис Пельш вышел в господи, что, где, когда, и объявили его Валдис Пельш философ, какой из причин он занимается. Это же вопрос. Видимо, это был философский вопрос. Он учился на философском факультете, вот почему, наверное. Да? Да, у меня мама училась там, что-то рассказывает. Но в целом, если Валдис Пельш может быть философом, то и Валерий Бабушкин может быть писателем. Тем более, книга же есть. Да я больше скажу, Валерий Бабушкин может быть и философом тоже. Я не учился на философском факультете. И книга у меня не философская. Несмотря как посмотреть. Несмотря как посмотреть. Вот уже. Валерий Бабушкин, писатель, философ. Пришли тебе чек за работу на твоем имя. То есть, это у тебя и книга, и донаты еще тебе присылаются. Донаты будут присылать, мы разберемся, как поделиться донатами. Так, кстати, тоже интересный вопрос. Насколько книга финансово выгодное мероприятие? Книга финансово крайне не выгодное мероприятие, она вгоня, ну, то есть, мало того, сколько времени своего ты трачешь на это, мы еще потратили достаточно значительное количество денег на людей, которые, как я говорил, редактуру делают, картинки рисуют, какой-то ресерс первоначальный. И это все в жуткий минус, а издательство забирает себе 90% или 85% времени. Ужас какой. Да, 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 то есть, но с другой стороны, ты один раз издаешься издательством, а второй раз ты уже издаешься самостоятельно, потому что уже не какой-то бич. А ты автор книги. Ну, короче, инвестировал. Да, 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 то есть, это вообще не про деньги, это абсолютные минуса, это даже я не учитываю, мы считаем, что время, которое мы лично потратили, оно бесплатное. Ну, это, конечно, не так. Я твоей расценки знаю. Это, конечно, не так. Придется отбивать на курсе. Да, да, мне кажется, это гораздо тупо по условиям, да и книга-то не такая дорогая по сравнению. Нет, книга, это вообще бесплатная, то есть, я понимаю, почему до сих пор еще все не купили эту книгу. Да, да, но, уважаемые зрители, я, как человек, который с такими темами работал когда-то, переварик лайг, мы делали всякие интересные алгоритмы, вот, могу сказать, что знание очень полезное, раскрывается знание. Квою книгу ты еще не читал? Не, ну, ты же мне рассказал, про что она, и проблематика, мне кажется, та, которая будет доминировать, особенно для менеджеров, я точно могу сказать, потому что разница между тем, кто понимает, зачем нужно применять те или иные методы ML, и тем, кто знает название этих методов, она гигантская, а на интервью отличить этих людей очень сложно. Да, большая проблема интервью, конечно, ну, хотя бы там, где есть интервью по систем, ML-систем дизайну, эта книга об этом тоже поможет. Но они во всем фанге уже есть, по-моему. Ну, немного где есть, но в принципе мы изначально как думали еще, что можно, например, знать, уметь водить, но не сдать экзамен на вождение. Но сдать экзамен на вождение не умея водить, нельзя. И то же самое, кстати, например, по-английскому. Есть классические экзамены, TOEFL, IELTS, и не зная английского эти экзамены не сдать, но даже зная английский, иногда их можно сдать хуже, потому что они специально готовятся. Так вот, наша книга специально не готовит к экзамену, но она именно дает знания, которые позволят и экзамен сдать, но главное не экзамен сдать, а уметь что-то делать. А это расчисленная книга. Да. Кстати, вот к вопросу об интервью, ты говорил про какие-то следующие шаги после блокчейна. Расскажи про новые грани процесса интервьюирования, потому что в прошлый раз мы с тобой разговаривали про Facebook в этом ключе и про блокчейн. Я не буду многое раскрывать, в том числе имя компании, потому что все мы помним печальный опыт Володи Главякова, который на радостях от того, что получил отверг в Теслу, начал рассказывать, как его собеседовали, хотя там никакой информации, насколько я помню, не было раскрыто, и после чего офер из Теслы отозвали. Какой ужас. Ужас. Но учитывая, что это интервью выйдет уже после того, как я успешно вышел на работу, более того, даже не буду называть название компании, мало ли, вдруг я в другую компанию выйду на работу, а не в ту, как узнать. Скажу, что это был самый тяжелый процесс собеседования в моей жизни, в том числе и технически. Это было самое тяжелое интервью по, если даже это можно назвать систем-дизайну, вообще по дизайну, это было очень низко уроневое интервью, я не буду даже вдаваться подробно, просто это было самое тяжелое техническое интервью в моей жизни. И оно было при этом в целом весь процесс довольно нестандартным, потому что достаточно высокая позиция. Для того, чтобы на эту высокую позицию взять, там есть оценка от третьей стороны, и это специальная контора, ты общаешься с специально обученными психологами, которые с тобой общаются довольно долго, часа четыре. типа поведенческого интервью или? Это одна, одна из частей поведенческого интервью, и до, и после этого еще какие-то психологические тесты ты сдаешь. Какой ужас, кто до сих пор верит в психологию? Я верю, что если пообщаться, но если, тут что можно сказать, что если мы считаем, что behavioral interview дает какой-то сигнал, а мы, наверное, так считаем, не зря же мы выпускали серию про behavioral interview. Нет, но behavioral это понятно. Behavioral interview за четыре часа даст тебе больше информации, чем за 45 минут. Если в этом участвующие люди, которые специально обучены это проводить, а не просто челы, которых вытащили, а есть у тебя сегодня 45 минут провести, то это будет еще лучше. Правда же? А если это чуваки еще, которые не заафилированы ни на кого и могут дать мнение независимо, это еще лучше. Поэтому, на мой взгляд, это очень разумная практика. Ну, вот это все, что я сейчас сказал, это открытая информация, потому что эту информацию о процессе мне выложили еще до того, как я сам процесс начал проходить. Поэтому я ей делюсь. Ну, а моя, конечно, цена, что самое тяжелое интервью, это уже субъективная вещь. Но очень интересный процесс, очень долго, очень много интервью, никогда такого у меня долгого процесса не было. Ну, и сферы ответственности такой у меня, наверное, никогда не было, по крайней мере, в таком масштабе. Что изменилось? Очень большая команда. Это сотни, можно даже сказать, тысячи людей. Тысячи? Можно и так сказать. А почему можно, почему иногда? Я даже не знаю, как я могу сказать, не раскрыв большую информацию. Но, допустим, может же быть так, что ты знаешь, что команду нужно растить. И ты можешь оценить, насколько ее нужно растить и к чему это приведет, и тогда это будет численная. А, то есть это в перспективе получается? Ну, или не в перспективе, возможно. Возможно. Хорошо, я понял. Потенциал есть для того, есть чем этим людям заняться. Все, так сказать. Окей. Что за должность? Мне очень нравится перевод на русский язык, поэтому я буду пользоваться им. Должность называется старший главный начальник. Если честно, звучит так, как будто бы к ней прилагаются погоны. Валера. Я не знаю. Нет, мне кажется, к ней погоны не прилагаются. Но, может быть, в рамках компании, понятно, ты можешь любые вносить знаки отличия. Как бы тебя так называют, можешь чем угодно ходить. Бейдж виде погонов. Но мне очень понравился перевод, дословный перевод на русский язык. Поэтому я буду пользоваться им. Самый главный вопрос. Ты же остаешься в Британии. Да. Ты помню, очень был доволен своей квартирой. Начал переживать, если бы тебе пришлось переезжать. Нет, мне очень нравится жить в Лондоне. Я всем доволен и с радостью. Я всем доволен тем, что нашел то место, где, мне кажется, я смогу работать на все 100%. Потому что я еще готов поработать. Серьезно. И мне нужно место, где я могу выложиться по полной. Ну, ты in your prime, так сказать. Да, мне кажется, сейчас я нахожусь, вот у меня есть какие-то 10-15 лет, которые мне нужно использовать по полной. Да, имеет смысл, пока все по восходящему. Так, а про сектор что ты можешь сказать про компанию? Очень крупная компания. Наверное, можно описать как реальный сектор. У этой компании есть и продуктовые магазины. То есть, снова X5. Причем, продуктовых магазинов в этой компании больше, чем у X5. У этой компании есть, продуктовые, где продукт продается и генетические лаборатории. Звучит немного как корпорация Umbrella. Ну, ладно, не буду никаких давать сам. Так что, много чего есть в этой компании. Очень прикольная компания. Но, самое главное, ты доволен. Да. Почему, почему каждый раз, Валер, ответит? Почему каждый раз как-то мы с тобой имеем возможность встретиться? То есть, мы же не специальные, это как-то все подговаривали. Я абсолютно случайно оказался в Париже. Вот. Почему каждый раз мы обсуждаем твой очередной степ-ап? Ну, нам же нужно что-то обсуждать. Мы степ-ап сидели в самом конце или середине, а начали мы с пацанов, которым мы завидуем? Да, да, потому что, конечно. Еще три года назад мы никому не завидовали, а теперь мы завидуем людям. Времена поменялись сильно. Я вот завидую тем, кто живет в Париже. Почему? Слушай, прекрасный город такой, очень вкусная еда, просто приятно выйти на улицу, и ты ощущаешь себя как-то иначе. наверное, да, просто я уже, я вспоминаю свои ощущения, когда я переехал в Лондон, мне Лондон очень нравится, и вот когда я в Париже оказался, что, на мой взгляд, Париж, это как Лондон, только чуть похуже во всем. Во всем? Всем ли он лучше? Ну, вот почему-то многие говорят про еду, но я не заметил, чтобы еда была лучше в Париже, чем в Лондоне. Нужно попробовать местные пончики, называются Бенье. Я понимаю, конечно, что с учетом качалки и все остальное, это такой шаг интересный, но попробовать надо. Один возьмем, маленький. Ладно, сейчас закончим. Пойдем. Пойдем, по пончику. У меня, кстати, была идея до того, как я окончательно покинул Москву, что нам нужно с тобой снять интервью в другом формате, где мы в тренажерном зале, и ты проводишь мне курс молодого бойца, так сказать, не только как... Понятное дело, что никак уже не стать таким успешным, как Валера Бабушкин в карьерном плане, но, наверное, можно как-то подобраться в плане спортивном. И вот в таком формате интервью, я думаю, было бы очень... Было бы здорово, учитывая, что у меня пока есть некоторое время. Я сейчас активно занимаюсь джиу-джитсу. У меня от 7 до 10 персоналок в неделю и 3 раза еще в зал хожу. Это же только джиу-джитсу или 7 месяцев? Нет, джиу-джитсу 7-10 и зал 3 раза сверху. Ужас. Да, я занимаюсь джиу-джитсу каждый день, иногда по 2 раза в день. Ну, как с тренером договорюсь. И в зале. То есть иногда мне бывает, что 3 тренировки в день. Понятно, почему для тебя в Лондоне всем лучше, ты там никого не боишься. Я не думаю, что это... Многие люди боятся других людей в Лондоне. Ну, есть какие-то стереотипы общие. Но вообще, я вот сегодня проехался, когда ехал к тебе. на самокате. Сначала мне на Триумфальной арке, потом мне на Эйферевой башне. Было некоторое ощущение, что я нахожусь, так сказать, в центре истории. Да. И все это за полчаса. Так что, так что не знаю, надо мне Лондон посетить. Я никогда не буду. Посетил Лондон. А лучше пожить. Дорого. Дорого. Поэтому? Донаты. Да. Пожалуйста. Следующее интервью должно быть с Fish and Chips и не с Бенье. На Лондоне. Да. Так, давай вернемся, конечно, к тому, что всем интереснее всего. Что еще можно допустить, рассказать в интервью сейчас? Нанимать буду много. то есть уже снова пора готовить резюме всем зрителям? Да. А заниматься, ну я всегда занимаюсь одним и тем, что там дата инженерии, аналитика данных, машинное обучение. Ну, кстати, мы в прошлый раз с тобой обсуждали, что в дата инженерии ты гораздо глубже погрузился в блокчейн, чем до этого был погружен. есть ли на новом месте какой-то фокус? Сложно еще сказать, откровенно говоря, потому что когда интервью выйдет, я уже в новом месте, а когда он записывается, я вообще вот почти-почти вышел в новое место. Но приоритеты пока не выдавали. Тяжело, тяжело мне сказать, это же зависит от задачи, где тонко, там нужно укреплять, потому что где тонко, там рвется, а мы же не хотим, чтобы порвалось. Да, очень мудрая фраза, конечно. И самый главный вопрос, я сразу понимаю, что старшего главного начальника там наверняка все уважают. Во-первых, кто важнее, старший или главный начальник? Важнее главный начальник, потому что если мы рассмотрим на примере старшего разработчика senior и главного разработчика principal, то главный важнее старшего. Ну и в целом, главный же он один, а старших может быть много. ты получаешься с остальными главными начальниками. В семье есть может быть кто старший, пять старших братьев, правда же, по отношению к младшему, допустим, шесть человек, но главный всего один, правда же? Да, да, звучит логично. Ну и конечно интересно, в оргструктуре это примерно где, чтобы осознавали зрители. Высоко. Ну, можно сказать, кому ты репортишь просто, ты репортишь старшему вице-президенту. Ага, ну то есть это кажется то, с чего ты начинал в блокчейне, да? Ну, всегда очень сложно выдать какие-то аналогии, потому что это разные компании, разные индустрии, разные стадии компании, разный масштаб. Тут тяжело. Например, в том же Фейсбуке вот есть вице-президент, который репортит вице-президенту, который репортит вице-президенту. А тот еще не репортит Креберову. А, то есть там пока один слой вице-президент. Ну, то есть я не говорю, сколько там стоят вице-президентов. Я говорю о том, что аналогии такие очень тяжело проводить, особенно в блокчейне 600 человек было в пике. У меня в команде будет больше человек, чем во всем блокчейне. Как сразу? Понятно, что это немножечко другие. Если бы у муравей был размером человек, он был бы не очень сильным, он бы под панцирем своим сломался. Поэтому тут тяжело такие аналогии проводить, понимаешь? Ну, понятно, совершенно другой размер и, видимо, не получится телезрителям оценить, насколько высоко на этот раз ты поднялся. Хорошо. Да. Мне очень нравится титул на русском. Да, да, я думаю, мы можем все-таки, но придется выбрать что-то, либо писатель, либо старший главный Почему нельзя разные полоски показывать в разные моменты интервью? Одну с ним, и другую сверху. Писатель, философ, потом она пропадает через какое-то время, старший главный начальник. Тебе тогда нужно выбирать, ты в каждый момент времени говоришь, кто из своих субличностей. Я думаю, это каждому человеку нужно в каждый момент времени выбирать, кто он сейчас? Муж, отец, сын, коллега, друг, враг. Старший, главный или начальный. Старший, главный или начальный. Ох, да, непростые темы, непростые. Так, ну, что еще мы с тобой сегодня хотим посвятить, Валер. Мы проговорили про ЛЛМ. Кстати, вот у меня про это очень много вопросов, как у профана. А я тебе отвечу, как человек, который особо не разбирается. Поехали. Да ладно уж, давай попробуем. Как ты думаешь, какое наименее перспективное применение ЛЛМ, которое ты уже видишь или предполагаешь, что будут пытаться люди? Наименее перспективное применение? Да, да, да. Это такой вопрос, на который, кажется, невозможно ответить, потому что всегда можно придумать еще менее перспективное применение. Ну, тогда давай выберем из тех, где уже пытаются. Надо понять сначала собрать, где же пытаются. Ну, ты, наверное, видел. Я вот тоже благодаря Твиттеру знаю, что пытаются применять в медицине, например. Вот, кстати, вот про медицину я читал отзыв врача, который подробно разбирал, и он действительно сказал, что проблема в том, что она нормально позволяет идентифицировать какие-то распространенные случаи, но если там какая-то нестандартная штуковина, которая для специалиста с опытом понятна сразу, то ЛЗМ выдает не тот диагноз, и это очень опасно, и в принципе можно понять, почему, потому что если она обучается в вероятностном режиме, например, баллистическом, то действительно она выдает самые вероятные и самые понятные симптомы, а редко встречаемые, и тут-то она как раз ломается, а тут скорее всего, что где же нужно, там, где все понятно, или там, где тяжело. Поэтому, возможно, да, это хороший пример, который, по крайней мере, подтвержден мнением специалиста, и там был хороший, то есть он не пытался там, да нет, все ерунда, это не заменит, он просто взял, разобрал, говорит, вот такие случаи, вот так, вот так я применял, так проверял, довольно интересно. Но очень тяжело, конечно, потому что это нужно, чтобы на этот вопрос ответить, нужно знать все сферы, где сейчас это применяется, потом что-то в этом понимать, и взвесить, и сказать, да, здесь, пожалуй, меньше всего. Весь сайт называется Is there an AI for that? Так прямо пишется, и там особо, кажется, все, use case, все какие-то инструменты, которые уже успели наклепать, вот, но у меня больше всего, по-моему, сейчас денег идет в попытку медицину и юриспруденцию каким-то образом. Ну, компьютер-вижен для медицины, насколько я понимаю, достаточно перспективен. Ну, это все-таки не ОЛЭ. А ты сказал про AI, а не ЛЛМ. А, ну, теперь мы перейдем с тобой к обсуждению, что такое AI. Нет, ну, ты сказал, что как сайт называется, is there an AI for that? И, соответственно, ЛЛМ это лишь под часть. Я больше, в медицине я больше вижу перспектив на текущий момент у компьютер-вижен. Не, ну, у компьютер-вижен там действительно много было успехов. Там уже не перспективы, там уже конкретные применения. Там же, самое удивительное, что я читал, то, что по радужке может определить компьютер-виженом пол человека. Нам неизвестны никакие различия в радужке гендерной. Интересно. Вот. И довольно много такого, где обнаруживаются какие-то вещи, которые мы даже, ну, если и пытались сделать, то уж точно у нас ничего не получилось. Машины превзошли нас. Да. Ну, посмотрим, что Артур человек сделает. Я так понимаю, тебя до глубины души задело. Меня до глубины души задело то, что не я получился 10 миллионов евро. Да, кстати, Валер, самый интересный вопрос меня всегда удивлял. Когда ты соберешься делать что-нибудь свое? Я не уверен, что я соберу делать. Для того, чтобы делать что-то свое, нужно иметь какую-то идею, которая в тебе горит, и ты понимаешь, что ты можешь это сделать только самостоятельно, сделав свою компанию. Я понимаю четко, что я спокойно зарабатываю столько денег, сколько мне нужно, не создавая свою компанию, при этом у меня все еще есть своя жизнь. Если я создам свою компанию, у меня не будет жизни. Ну да, это в целом. Я не вижу пока ни одной причины для себя создавать компанию. У меня нет какой-то яркой идеи, которая понимает, что она нужна человечеству и миру, что ее в состоянии я сделать, а другие не в состоянии, либо это займет какое-то время. Для меня нет уверенности в своей исключительности в данном случае. Во-первых, она не нужна, а во-вторых, в Адерне. У тебя нет уверенности в своей исключительности. Нет уверенности в своей исключительности в рамках создания, что нужно создать компанию, чтобы что-то сделать. То есть я не вижу, что я принесу что-то нового. Ну, в целом, хороший ответ. Я не говорю, что плохо открыть еще один ларек с шаурмой. Это нормальный бизнес, но зачем? Мне так в плане дохода хорошо. А повторюсь, что что-то решить того, что не решено, я не вижу, что я могу. Может быть, все еще впереди. У меня еще здесь 15 лет. Кто знает, ведь, как известно, и Артур Менш не сразу компанию создал. Я еще хотел, у меня было пара интересных вопросов про AI. И вот ты, собственно, его поднял. Что ты называешь AI и почему это, а не что-то другое? Это, опять же, непростой вопрос. Понятно, что любую автоматизацию интеллектуальной деятельности можно назвать AI. Очевидно, что компьютер, который может играть в шахматы, чем он не AI. Тут дальше вопрос, что мы считаем интеллектуальной деятельностью. Считаем ли мы игру в шахматы интеллектуальной деятельностью или нет? А дальше вообще можно поднять кучу вопросов. Если это интеллектуальная деятельность, почему мужчины и женщины играют в разных дивизионах? Но это уже опасная тема. Я, например, не считаю, что игра в шахматы – это интеллектуальная деятельность полностью. Ну, я, если честно, тоже. Я в шахматы когда-то играл в детстве. Ну, тут дальше можно сказать, что для того, чтобы играть в шахматы, мозг должен думать. Чтобы мозг думал, он должен поглощать питательные вещества и производить отходы. А дальше у тебя есть тело, которое должно это обеспечивать, эти питательные вещества поставлять, а отходы отводить. Правда же? И вот уже тело как раз оказывает, то есть, условно говоря, охлаждение на твой компьютер, если элитерировано. И поэтому получается деятельность вроде как интеллектуальная, но железо, которое вокруг влияет. Но это вот сложная проблема, что такое интеллектуальная деятельность. Хотя я в самом начале сказал, что шахматы интеллектуальные деятельности, компьютеры, которые играют, шахматы интеллектуальные. Потом сказал, что они интеллектуальные. Ну, то есть вот... Это вообще здесь, наконец-то, мы входим в сферу, в которой я более-менее понимаю, потому что я же нейросайенс учился. Эсхатолог. О, боже мой. Это звучит как-то, как сектант какой-то. Не, я увлекался вот именно частью про философию сознания. Мне, конечно, очень интересно послушать, что люди, которые понимают, считают про текущие прорывы, прорыв ли это с точки зрения... Я придерживаюсь простого правила, что если эта деятельность не физическая, а интеллектуальная, и мы ее замещаем машиной, то это искусственный интеллект. Ну, то есть линейная регрессия... Линейная регрессия в этом определении, это, безусловно, искусственный интеллект. Дальше мы, наверное, хотим поднимать вопрос градации степени этого искусственного интеллекта. Возможно, стоит ввести какую-то шкалу. И, в принципе, если мы подумаем, то это уже есть. Потому что, например, как сравнивают между собой некоторые ЛЛМки? По возможности, по рейтингу ЭЛа при игре в шахматы. Видел, наверное, эти. То есть уже пытаются ввести этот послабее, этот посильнее. А как их, значит, сравнивать? Вводят какие-то метрики. Но у нас, на самом деле, нет метрики оценки нормальной интеллекта, правда же? На ней IQ же тест. Да, особенно в том ключе, про который говорят, имитация человека. Поэтому вот здесь тяжело, нет шкалы, тяжело оценить. А так, да, линейная регрессия, она, безусловно, способна выполнять интеллектуальную деятельность. Причем не каждый человек может сделать то, что может делать линейная регрессия. Абсолютно точно. Не каждый человек может находить такие закономерности, даже линейные. Дальше больше. Конечно, когда говорят AI, у меня в голове часто знак равенства с ML, с машинным обучением. Потому что это что поиск закономерности, построение моделей. И действительно, как писал Марков в «Обезьяны, нейроны и душа» в своей второй книге. Первое, обезьяны, кости, кости, гены. Второе, обезьяны, нейроны и душа. Что одна из теорий возникновения сознания, это что была необходимость для того, чтобы быть успешным, понимать, к чему приведут твои поступки. Как только ты начинаешь думать, к чему приведут твои поступки, ты строишь модель мира. То есть ты строишь в этой модели мира реакции других агентов. В какой-то момент тебе нужна в этой модели мира поставить себя, потому что ты должен так же себя приводить, потому что реакции на тебя. И это приводит к тому, что ты начинаешь сознавать себя, как последствия этой модели. Может быть, оно действительно и так, и тогда мы движемся в эту сторону. Я для себя просто. Интеллектуальная деятельность, а интеллектуальная деятельность, считаем, любое, что не связано с физическим трудом. Все. Интеллектуальная деятельность, значит, это AI. А дальше сильный AI, средний AI, слабый AI, general intelligence сейчас, AGI. Да, да, все ждут. А ты как считаешь, что для тебя бы означало, что достигнут вот этот artificial general intelligence? Я думаю, что способность самообучаться и дообучаться без прямой правки. Ну, то есть, что я вижу, что если модель чего-то не знает, она выдает тебе бред, а потом ты новый корпус данных вводишь, дообучаешь ее как-то фиксишь, веса в ней меняешь. Конечно, это одно. А если она способна это сделать самостоятельно? Для этого, наверное, первый шаг, это когда модель должна понимать степень уверенности свою. Ну, вот это вопрос, да, доверия, генерализации. Нет, ну, в степени уверенности. И люди же не всегда успешно с этим справляются, правда же. И в чепуху верят. И мы с тобой, наверное, верим в какую-то чепуху. Может быть, мы смеемся над теми, кто верит в плоскую землю. А, неправда. Да даже, ладно бы это. А вдруг мы верим в что-то, допустим, в этом мы правы. А вдруг мы верим во что-то, что неправда. Мы думаем, что это правда. И это даже не такая мелочь, как плоская земля. Или то, что следы от самолета, это нас травит. Да, Cam Trails. Есть такая катапеологическая теория. Так что это проблемы у людей возникают. Но в целом, если ты способен вести диалог, и во время этого диалога у тебя, ну, вообще во время твоего опыта взаимодействия возникает обучение, и этот опыт запоминется, что такое обучение, опыт, правда же, генерализация, то это и возможность на основе этого дальнейшая модель. То есть факт, что мы набираем опыт, мы обновляем свою модель. Если модель на основе этого сможет также самостоятельно работать, то это будет для меня хорошим знаком в сторону EJ. Тут, конечно, наверняка какой-нибудь Игорь Котенков приведет контрпример, что нет, а вот может быть так, так и так. Но мы давно знаем, что Игорь меня почти довел, но не смог довести до конца, поэтому я выдержу и это. Нет, ну Игорь теперь уважаемый человек, ты так осторожнее примен. У него очень популярный канал, помимо, конечно, блока на курсе Hard to Make. Еще один вопрос. Сейчас мы все живем в середине такого мощного, качественного скачка. От того, что машины могли до того, что машины смогут после него, будет очень большая разница. Вот, ну, например, как минимум точно написать диссертацию. Раньше машину нельзя было заставить, даже очень мощную. Вот, как ты думаешь, когда этот скачок закончится, и где мы окажемся, где предел текущего вот этого быстрого развития? Ты сказал, что мы сейчас в середине, мы, может быть, в самом начале, а может быть, даже не начали, а может быть, мы не представляем, что произойдет. Ну, вот, мне интересно, где ты нас помещаешь. Я думаю, что мы сейчас примерно в ситуации, ну, я это, кстати, в 2020 году говорил, что мы сейчас в ситуации примерно в 2012 году, когда только появился AlexNet и свертки для компьютер-вижена. и, ну, насколько они мощные стали и реал-тайм, и любые задачи, и фейс-рекоменшин, сегментации и так далее. И вот мы сейчас увидим и развитие в рамках лингвистических моделей, и применение этого, и какие-то мультимодальности, и регулирование этого всего. Но мне интересно смотреть, на самом деле, как сейчас пойдет война генеративного контента, потому что я вот все думаю, начнет ли, ну, опять же, у тебя еще с счет того, на каком ты корпусе данных учишься, соответственно, ты начнешь его как-то подделывать или атаковать этот корпус данных, генерировать фейковый контент. Это, очевидно, влияет на результаты твоих моделей. Вот мне интересно в эту сторону смотреть. То есть я все жду. На самом деле, жду нескольких стартапов. Стартап, которые люди будут так-так-так, просто заваливать интернет токсичным контентом. Ну и все жду, когда дефейки начнут, через дефейки начнут людей шантажировать. Вроде уже давно. Ну, прям, чтобы стартап такой. Ну, это не совсем то, во что люди готовы вкладывать деньги. Ну, почему? Вот если посмотришь, в стартапы по отмогу денег люди вкладывали. Всякие. Снова про крипту. Почему же? Или в стартапы по незаконному такси вкладывали деньги. Ну, как? Что ты говоришь? Там весь, посмотри, этот AI disruption, это по факту просто выбрали какую-то тему и вводили, делали так, что ее не пресечь теперь легально. Или стартапы по нелегальной сдаче жилья в аренду. Да, нет, ну, так и перспективно. Ты посмотришь, любой стартап просто, это же... Ты понимаешь, как стартапы, я говорю, да? Да, да. Для наших зрителей можем устроить викторию. Что же это за стартапы? Все эти преступные организации. Поэтому я тут не вижу, особенно тебе сейчас кажется, что люди не будут вкладываться, как показывают истории, а наоборот, вкладываются. Мне кажется, что вот в прямой какой-то harmful организации, которая прям пытается нанести вред. Но они скажут, что контент, который позволяет людям веселиться, создавая их веселушки под себя. Кстати, интересная идея. А на самом деле это фейковая ерунда, которая генерится и мусорит просто. Ну да. Еще один вопрос. Вразнобой задаю. Я не очень умный. Сразу много не задержу вопросов в голове. Использовал ли ты чат GPT при написании книги? Да, я использовал чат GPT при написании минимум одной головы в книге. Использовал для того, чтобы от... рефайнить, потому что много писал, нужно было уже сокращать. Я использовал так. Из-за рождения я даю 4 абзаца и говорю, сделаю из этого 3. Ну как редактор. Ну да, конкретно как редактор. То есть я уже написал этот контент. Или у меня, допустим, вразнобой он как-то написан. Я пытаюсь это все объединить в один. И то, то есть видишь. Просто потому что дать 4 абзаца и переписать в 3 не так, чтобы задача невозможная. Но она занимает время. Зачем? Ты прочитал? Да, нормально. Или поправил. Все. Вот таким образом использовал для одной головы. Я понял. Использовал ли ты, успел ли ты попользоваться в блокчейне какими-либо языковыми моделями для работы? И планируешь ли? Я не вижу там необходимости в блокчейне языковых моделей, кроме как поддержки. Касса и мосаппорт есть почти везде. А на новой работе, думаю, что где-то пригодится. Вообще я вижу потенциал у языковых моделей для создания внутренней базы поиска. Потому что часто, ну уже в принципе Копайлот частично это отвечает. Но представь, ты смотришь какой-то сервис, какой-то код, тебе нужно найти документацию. Почему он так сделал? А это все раскидано где-то на Вики, где-то какие-то посты, где-то e-mail. Было бы неплохо все это собрать в единую картинку и понять. Да, да. Мне это тоже приходило в голову. Потому что в любой большой компании это просто большая проблема. Это бы ускорило и онбординг, и поддержку, и все-все-все-все-все-все-все. Кучу времени бы сэкономило. Вот такая система поиска и сумморизации контента, и ретривола. Да, это интересно. Это мне тоже в голову, кстати, приходит. Поэтому, когда следующий стартап покорит через три года, мы скажем, я говорю. Валер, нам тогда нужно очень длинное интервью делать, разумно, чтобы ты много чего успел сказать. А все сбудется, смотри, все сбывается из интервью. Про Мета-Россию тоже? Ну, к 30-му году узнаем. К 30-му году? Запомните эту дату. Так, что я еще хотел спросить. Что ты считаешь, наоборот, самым перспективным применением, которое, первое, это принесет больше всего денег его владельцам, второе, принесет больше всего пользы планете? Кастом и саппорт. Это деньги. Это деньги, ну, и определенная польза. Ну, тут, понимаешь, вопрос же сложный. Что такое польза планете? То есть, с одной стороны, казалось бы, сколько ресурсов людских и денежных тратится на абсолютно ненужные вещи. Ну, например, ну, понятно, что это уже какая-то идеализированная картина, например, на армию. Сейчас, в принципе, в мире на армию тратится примерно 2% мирового ОВП, а еще 70 лет назад это было 8%. А это же затраты, но по факту в плане производительности в никуда. Ну, тут можно пока с другой стороны сказать, а вот технологии, которые потом применяются, и там, и там, и там, надо смотреть. Но сколько можно высвободить ресурсов? Представь, если бы, например, ты же в Москве жил, сколько в Москве охранников? Представь, они занимались бы чем-то полезным все эти люди. Кстати, довольно большая тема, потому что в Москве реально аномальное количество бесполезных вот этих охранников, которые везде сидят. В мегаполисах других такого нет. Это вызывает другие проблемы, да, это реально уникальная ситуация. Ну, вот представь, да, если бы у тебя все эти люди могли работать, как бы зацвела почва на Марсе. Поэтому освобождение людских ресурсов на какие-то задачи, с которыми можно работать. Другой вопрос, если это работа, но в целом, окей, про деньги. Кастомер-саппорт. Я думаю, что в рамках персональных ассистентов, помощников, которые тебе помогают везти, напоминать, есть большой потенциал. То есть, условно, консьерж-сервис. Да, это консьерж-сервис, напоминалки, забронируй мне там-то, то-то. Те вещи, которые несложно сделать, но они отнимают время. Купи мне билеты, например, я сюда приехал, мне нужно билеты было найти, это в эксперт у меня было, два помощника. Я тебя вполне понимаю, почему я ничего не заказываю из интернета, потому что у меня ноль времени, ноль терпения разбираться с тем, что если что-то пойдет не так, мне проще прийти, взять в руки и унести. Но дальше я думаю, что у девчат на only funds, то что там говорят девчат, и мальчат, наверное, там же и мальчата есть, осталось не так много времени. И не бинарных персон. А я говорю не про джендер, а про секс. Ну, я думаю, ты в этой сфере более осведомлен, ты в корпорациях дольше работаешь. Так вот, я думаю, что у людей, которые работают на only funds, времени осталось немного зарабатывать. Я думаю, что уже сейчас, ну, это точнее, я не думаю, я уже знаю, что уже сейчас автоматизируют то, как они общаются со своими клиентами. И уже сейчас, в принципе, генерируют этих искусственных моделей. И недалек, я думаю, этот день, когда будет генерироваться модель и текст от модели под тебя, и видюшки под тебя, и под твои вкусы, и прочее, прочее, прочее. Я думаю, что важный аспект здесь, это именно реальность. То есть будут брать какого-то реального человека, сканировать его. Это сложный вопрос. Это потому что, что значит важный аспект реальность? Эти же модели настолько все переделаны многие, что про реальность можно говорить очень утрированно. Ну, тоже, да, интересно, насколько это будет важно, когда это будет по всему. Опять же, не обязательно говорить, что это, ну, может, там, опять же, дисклеймер давать. А может быть, там просто наймут, возьмут у человека подписку, что тебя сосканировали. Продай свой скин. Скины в КС. Так будут скины людей продавать, там запускать сразу миллион моделей. Ну, и они будут неудачные убираться. Но я думаю, что вот создателям такого типа контента, который однообразен, понятен и работает пошаблонно, уже, в принципе, их заменяют, ну, их не то, что заменяют, им помогают через автоматизацию, через ЛЛМ. Это я знаю. Людей, работающих над этим прям. Ну, дальше шаг. Это как в такси. Что самое дорогое в такси? Таксист. Он забирает вообще, я помню, я сидел на встрече Яндекса, как там, самое дорогое в такси. Это таксист. Это таксист забирает 85%. Очевидно, да? Что нужно убрать таксиста, чтобы самоездящая машина была. Точно так же и в агентства, которые ведут все эти модели. Обычно, что это агентство ведут. Если модель, сволочь, забирает 80%, что надо сделать? Избавиться от модели. Соответственно, это придет к фейковым инстаграм-профилям, потому что инстаграм-профили являются верхом воронки для онли-фансов и так далее. Но я вот думаю, что станет ли от этого мира лучше или хуже, я не знаю. Трудно найти пользу, да и вред. Но я вот просто думаю, что это шаблонная деятельность, которая приносит достаточно большие деньги, достаточно большую маржу. Игра. Ты имеешь в виду видеоигры? Я думаю, что сценарии к играм на какие-то побочные квесты, если основную линию еще будут люди писать, то сайт-квесты. Я бы сказал, что многие сайт-квесты хуже уровня текущего чат-GPT или Барда. Бардом я пользуюсь чаще, чем чат-GPT. Почему? Потому что он к интернету подключен. Так чат-GPT тоже? Ну, веди у него что-то, он тебе скажет. У меня только информация до 2021 года или 2020. Нет, 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 уже у четвертой есть доступ. Я пользуюсь регулярно четвертой, постоянно четвертой у меня есть данные. Хочешь, покажи тебе сейчас на телефон? Ну, закончим, покажешь. Нет, там есть, нужно в бета-тест записаться и там покажешь. Я вроде в бета-тест, надо посмотреть. Ну, да, да, интернет, конечно, сильно спасает. Не то, что она хорошо ей пользуется. Ну, просто я не стал уже смотреть. Я читал и видел, что чуваки, как чат-GPT, не стал этим парить, потому что Бард появился. Бард бесплатный, Бард меня стал устраивать. Он пока, на мой взгляд, отстает еще от чат-GPT. Я думаю, что там сознательно его глушилки стоят просто на них местах. Зачем? Ну, они же, слушай, еще в 21-м или 22-м году, когда это было, в 22-м году, там чувака из гугла увольняли, потому что он с ума сошел, заявил, что модель имеется знанием. А, ну это... То есть, я думаю, там довольно серьезный уровень был уже довольно давно. Корпорация. Это недостаток образования в сфере философии? Не было у них старшего главного начальника, который бы стал горой. Который был бы философующим при этом. И писателем. И писателем. В каком порядке правильно? В каком порядке покажете на плашке? То есть мы выберем. В таком будет правильно. Хорошо. Но это власть медиа. Медиа выбирает, как он свече тебя показать. Да, надо будет заменять. Рандомайзер поставим. Пусть они думают, что будет означено. Так. И тоже очень интересный вопрос. Очень много разговоров про этику вокруг AI. Какие-то опасности. Пишут письма про то, чтобы остановить развитие хотя бы на шесть месяцев. Что ты думаешь про это? Я думаю, что Сэм Альтман очень умный человек. Потому что вместо того, чтобы... Вот у него есть продукт в сфере, в которой сейчас жесткая конкуренция. Его продукт частично или немногим, или на какую-то часть лучше, чем у конкурентов. Но разрыв быстро сократится. Значит, вместо того, чтобы сидеть и дальше пилить свой продукт и улучшать его, Сэм Альтман стал ездить общаться в ЮС, в Сенате Соединенных Штатов, с Риша Суноком, премьер-министром Великобритании, еще где-то у него турне. Почему? Потому что человек понимает, что будут регулировать и лучше, когда ждать, не когда тебя вызовут в Сенат, а чтобы ты уже сразу сидел за столом, когда тебя вызовут в Сенат. Вот это умный человек. Вообще, да. Если честно, похоже на то, что он просто пытается остановить количество конкурентов, появляющихся, помогая регуляции. Второй момент. Я вообще очень не люблю что-то запрещать. И, наверное, это у меня чересчур развито. То есть банить, даже дураков банить в своем канале, я пока до прямых оскорблений не дойдут, не баню. Представляешь? Это большая внутренняя сила. Мне не нравится запрещать что-то, я не считаю это правильно. С другой стороны, я понимаю, что иногда нужно запрещать. Я не вижу в себе морального компаса, который бы позволял мне точно сказать, нет, надо запрещать, или нет, надо разрешать, или да, надо разрешать. Ютковский, видимо, находит себе такой компас. Но, с другой стороны, он и книг больше написал, чем я. Может быть, на третьей книге я пойму, что теперь-то я могу говорить людям, как жить. Валерий, ну ты читал книги. В «Гарри Поттере. Методы рационального мышления» читал. Ну и что лучше, ML System Design или методы рационального мышления? Ну, смотрю, какая цель. Ну, не знаю, какая может быть цель, которая помогает чувство собственной важности, которым тебя наполняет книга про Гарри Поттера и методы рационального мышления. ML System Design не пытается тебе объяснить, что теперь лучше всех. Да. Тем не менее. Я, ну, Хинтон же тоже, то есть чуваки увидели изменения. Понятно, что, во-первых, ну, Хинтон вообще 75 лет, и скорость изменений, видимо, в пожилом возрасте тебя, она и меня-то уже не радует. Ну, это сто процентов. Это, конечно, ты в новые темы перестаёшь врубаться, а раз ты их не понимаешь, значит, новые темы ерунда. Тик-Ток это сатана послал. Или план Китая по захвату. Что примерно одно и то же. В некоторых контексте. Поэтому я просто не нахожу в себе никакого морального авторитета говорить как надо. Я не вижу необходимости это запрещать. Я считаю, что это скорее опасно, потому что как только ты будешь запрещать, нормальные люди перестанут это делать, а злые продолжат. И тогда у тебя не будет никакого преимущества или возможности биться с этими злодеями. Ты даже не будешь понимать, что происходит. А какую ты видишь основную опасность в развитии каком-то чрезмерном или внедрении чрезмерном? Как показывает практика, людьми удивительно легко манипулировать. И я вот сколько раз смотрел, как людей обманывают, скамят. Я даже сейчас не про 100 миллионов евро. Ну МММ. Ну МММ там можно сказать, что люди были неоптанными. Но постоянно. А МММ 2012 году он вернул. То есть людей ужасно легко обмануть и на что-то толкнуть. И у меня никогда не находилось, например, внутри себя, я не мог переспечить этот порог, чтобы начать манипулировать людьми. Но в целом, на самом деле, если ты читаешь Твиттер или смотришь ТВ, ты понимаешь, что людей распалить. Ты им рассказываешь какую-то историю. Вот, мальчика распяли на кресте. А, это, кстати, классическая история. В Первую мировую войну про немцев рассказывали всякие ужасы. И очень часто американская пропаганда рассказывала, что то они канадцев на сосиски порубят, то на консервы, то они канадцев пришпилят к дереву на кресте. Ну почему-то прям очень канадцы, постоянно канадцев. Или австралии, не канадцев. А канадцы почему? Потому что канадцы вроде как колонии ЮКи, и для ЮКи это не совсем британцы. А где этот человек пострадал? Ну он где-то там в Канаде. И для американцев то же самое. Ну где-то там в Канаде. Ну он в Канаде живет 10 человек. Близко, но далеко. И постоянно порубят, порубят. И люди, значит, верили. И люди вообще верят в эту какую-то бредятину. И это их начинает разжигать. Вот, это же несправедливо. Я их ненавижу. Ну, кстати, одна из причин, почему, когда стали рассказывать, что во Вторую мировую войну немцы делают абажуры из евреев на мыло и хвалят и так далее, публика почему-то уже не верила. Они говорили, а мы уже слышали про канадцев. Но это говорит о том, что людей вообще очень просто куда-то столкнуть. И когда появляется идеальный врун, который может делать без отдыха и с огромной скоростью, и очень тяжело отличить это от правды. А это же подействует, скорее всего, на тех людей, которые и не будут долго отличать. То есть те люди, которые не будут анализировать, те люди, которые будут импульсивно реагировать. Но они и самые опасные. Они и самые опасные. В целом, с тобой согласен про то, что ты приводил примеры из начала 20 века. Тогда была эпоха гипоинформации. То есть когда тяжело было какую-то альтернативную точку зрения получить, просто физически. Ты не мог там немецкие газеты почитать, будучи в Лондоне во время Первой мировой. И это создавало возможности для такого уровня дезинформации, скажем так. Мы теперь в эпохе гипоинформации, когда ты можешь что угодно прочитать, но мудрее тебя это не делают. Но это уже как раз другая опасность. Да, да, да. Причем ты же можешь начать выбирать, читать то, что... Ну и ты будешь выбирать то, что тебе приятно и понятно, и с чем... А, ну он пишет, да, да, не дурак, я с этим согласен. Да, да, люди и сейчас выбирают то, что им приятно, то, что соответствует их каким-то... Грех винить, а что мы выбираем то, что нам неприятно? Справедливо. Но я вот люблю почитать разные точки зрения, это забавляет на меня. Ну, а винич тебе это приятно. У тебя в комментариях то, что происходит тоже иногда, кстати. Люблю я такую драму некоторую. Но ты, конечно, очень страшные вещи все вспомнил. Прям такие. Ты думаешь, до этого дойдет? Я уверен, что до этого дойдет. Вопрос в том, в каком масштабе. Все слушания про фейк-ньюс из 2000... Какого там? Когда они были? 17-18 года. Я думаю, что вопрос в том, где это высадится. Это легче высадить там, где много необразованных людей, где люди живут плохо. То есть у тебя сразу два фактора. Живут плохо, значит, кто-то виноват, а потом они не будут разбираться, правда это или нет. То есть тебе нужна заширенность, необразованность и достаточно плохой уровень жизни. Ну, опять же, плохой уровень жизни. Но внутри, если у тебя все плюс-минус нормально и тебе есть что терять, риск того, что ты пойдешь, условно, других людей убивать на улицу с камнями, он сильно ниже, чем если ты так живешь не очень. Ну, кстати, для производства тоже хорошо у тебя идет жизнь или не очень. Это тоже вопрос того, что тебе рассказывают про окружающие. Да, да, это другой вопрос. Как ты себя воспринимаешь? Ну, есть, конечно, безусловно, какие-то очевидные вещи. Там, из-за того, что дети у тебя не умирают в год от дизентерии. Для многих это... Норма. Ну, у всех. Ну, понятно, да, я понимаю, что это тоже точка зрения, с чем сравнивать. Потому что, ну, дети, к сожалению, умирают везде, в том и в ином случае. Вопрос, как часто. Более или менее все сходятся в том, что какая-то граница лежит между теми местами, где тебя могут взять в рабство и где уже не могут взять в рабство. Все остальное, это, кажется, для людей в кусовщине. И вот можно рассказывать. Ну, в Советском Союзе же рассказывали, что там на Западе тоже плохо, грустно. Старшее поколение уверено, что нормально все жить. Вот. Так что, так что, хороший вопрос. Какие-то у нас пошли очень глобальные нагрузки. Мы закончим на хорошей ноте или на этой? Давай, давай закончим на хорошей, конечно. Что-то ничего хорошего. Что-то ничего хорошего в голову и не приходит, да. Давай, наверное, поговорим про какие-то твои тчаяния вот на эти 10-15 лет. Какие у тебя планы? Несмотря на то, что мы проговорили о том, что какие-то вещи ужасные могут произойти, в целом, мне кажется, что жить на земле становится лучше, безопаснее, насилия становится меньше, людей умирает меньше, люди живут лучше. Я настроен в этом плане к позитиву. Прогресс, безусловно, дает свое. Мой план – это работать в этой компании, в которую я выйду. Следующие, возможно, 10-15 лет. То есть это уже прям глобально. Расскажи, конечно, Богу свои планы, чтобы он посмеялся, но я не удивлюсь, если это произойдет. Ну, это прямо получается такой глобальный выбор совершен. Да, да. Тогда, наверное, имеет смысл немножко поговорить про то, как ты его совершал, как ты целился, условно, куда ты еще целился. Ты же можешь, наверное, сказать, куда ты не пошел? Нет, был, я не знаю, стоит ли говорить, куда я не пошел, потому что это по сцене на Рингтине. О, я получил эфир из Фейсбука, Гугла, Амазона и Нетфликса. Сейчас ли сообщить, что я выбираю Гугл и начинаю там работу? Сейчас такие. Понятно, хочется этим похвастаться. Ну, ты можешь просто сказать, куда ты выбрал даже не идти. Так это она есть, куда я выбрал не идти. Ну, я не хочу называть, а вдруг я вынужден когда-то туда пойти, люди посмотрят, я сказал, я выбрал ко мне. Хотя они и так знают. Нет, были хорошие варианты, разные. Международная такси-компания, как известно, стартап по нелегальному такси. Международный E-ком. Нет, были какие-то другие компании, там уже было не так интересно. Но очень вот основные варианты были, да, это международный E-ком. Но они тебе именно не подходили по условиям или не подходили к твоему вижену на 10-15 лет? Потому что, насколько меня это сподвиднет к моей цели в долгосроке. Ну, понятно, интересно, интересно. Потому что все-таки возвращаешься из... Довольно долго ты присутствовал в преимущественной диджитал сфере, сейчас ты говоришь, что это реальный сектор, соответственно, довольно большой. Ну, если X5 Retail считать реальным сектором, то я из X5 Retail ушел, что, три года назад? Сколько? Четыре? Три. Три? В ноябре 20-го. В ноябре 20-го, а сейчас 23-й. Кажется, как будто гораздо дольше. Да, да, просто у нас год за пять. Теперь да. 22-й точно. Да, и ты знаешь, и 20-й был ковид всякий тоже. 21-й. Там все было достаточно интенсивно. Что-то уже как-то хочется перестать жить в интересных временах. Хочется. Я думал, ты просто хочется перестать жить. Нет, Валер, мы заканчиваем хорошей нотой. Давайте мы уже как-нибудь... Это нас снова клонит. Дорогие зрители, я надеюсь, вам понравилось. В этот раз мы провели такое необычное камерное интервью с Валерой. Пишите свои комментарии, догадки, в каких условиях мы будем проводить следующее интервью. Где оно будет? Не знаю, Джакарта, Кито. Ангола. Ангола – это страна, я города называю. Абиджан. Абиджан – это вы? Кот-де-Вуар. В общем, много интересных локаций, но я, если честно, по секрету тебе скажу, что я предпочел снова Париж, конечно. Или Лондон. Или Лондон. До скорых встреч. Спасибо тебе. Спасибо. 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 Спасибо.